всем привет в этом видео мы наконец рассмотрим тюли так как в каждом моем видео есть вопрос как я сделал тюль вот мы и рассмотрим создание двух вариантов один вариант с прозрачной тюлью и второй вариант вот с такой не совсем прозрачной но тоже реалистичной красивой тюлью поехали и и сейчас мы с вами разберем создание вот этой непрозрачной тюли она довольно простая начнем создание материала мастер кортой 01 открываем здесь все очень просто шейдинг модул мы выбираем subsurface обязательно включаем то сайдет дальше что нам нужно создать цвет зажатой клавишей 3 на клавиатуре нажимаем сделаем таким серым и конвертирует карвин конвертируем в параметр чтобы потом можно было изменять этот цвет назовем его color следующий нот который нам нужен это мультиплайн зажатой клавишей м нажимаем появляется мультиплайн и наш цветную отправляем в а а вот в б нам нужен параметр который мы можем изменять чтобы контролировать как бы интенсивность нашего света зажатой клавишей с нажимаем мышкой английская с и пишем color intensity подключаем сюда и подключаем это все в бы искала больше большая половина материала уже готова все что нам еще осталось сделать это добавить нот в subsurface color это такой же как color intensity давайте мы его просто скопируем для этого можно сделать control выделите сделать control c control а или нажать control w и вот он автоматически копируется мы подключим в subsurface color и переименуем на subsurface color все сохраняем наш материал закрываем есть наш материал делаем из него instance назовем его не master а м и материал instance картин 01 открываем его и вот есть наши материалы наши изменяемые параметры которые мы в нашем мастер материале создали давайте откроем посмотрим почему он черный непонятно почему он черный а потому что интенсивность стандартный параметр интенсивности стоит 0 как только мы здесь поставим больше 05 допустим он станет нормальный серый так и теперь мы назначим наш материал на тюль вот здесь уже назначен такой же материал который я создавал раньше но мы сейчас его повторили я помню его параметры на серый цвет 05 здесь интенсивность свечения subsurface color 02 вот и мы сейчас его назначим на нашу тюль и на она должна прокомпилироваться сейчас шайдер прокомпилируется и она станет такая как и было только что вот она такая же стала subsurface color отвечает за свечение самой шторы мы имитируем как бы не попадает солнечный свет хотя я и нет не трогаю солнце только вот этот параметр вы можете себе по вкусу его редактировать и цвет также можно сделать с красным оттенком или желтым будто солнце попадает на вашу тюль зачем мы взяли галочку тусадет в мастер материале включили вот здесь сейчас галочка тусадет она делает вот что если мы уберем вообще из нашей тюль и материал на стандартный вы видите что она становится прозрачной это значит что у меня нет толщины на модели и все нормально развернуты на улицу с улицы мы видим штору отсюда нет так как все полигоны развернуты на улицу это важно то есть перед импортом в анриал в 3d max и разворачивайте свои тюли вот так вот в принципе материал непрозрачной тюли готов и переходим теперь прозрачной тюли она немножко сложнее а теперь давайте приступим к созданию вот этой тюли создадим новый материал мастер крутой 20 открываем он немножко будет другой в шейдинг модул мы выбираем тусадет фолич это этот шейдинг модул используется для листвы деревьев ну и всей фоли из системы анриала он нам больше всего подойдет и опять же также по этой самой причине включаем тусадет потому что все шторы у нас развернуты полигонами наружу и также вот этот blend молд выберем прослю сенс сейчас объясню зачем первым делом мы можем скопировать из нашего материала ноды из base color давайте мы это сделаем просто выделяем ctrl-c ctrl-v подключаем base color сделали то же самое также повторяем с колор и с сапсерфейс колор теперь именуем сапсерфейс нет сапсерфейс колор давайте дефолтное значение единицу и color intensity тоже единиц поставим дальше дальше у нас идет нод текстуры зажимаем на клавиатуре английскую букву т клацаем мышкой появляется вот такой нод текстуры в которой мы можем вставить текстуру я подготовил для вас сейчас покажу где она текстурах наверное давайте я возьму отсюда я ссылку в описании оставлю на эту текстуру вот она есть что мы делаем сейчас мы берем и давайте я покажу как я это делаю вставляем ее сюда и нажимаем правой кнопкой и обязательно переводим convert to параметр если мы этого не сделаем при компиляции и создании material instance у нас появится возможность закинуть любую другую текстуру если мы не сделаем конверту параметр то текстура всегда на этой в этом материале останется это для смены по-любому придется сделать конверту параметр давайте мы это сделаем и назовем эту текстурой дальше нам нужен ler зажимаем клавишу l на клавиатуре клац получается ler сейчас объясню что это такое сам ler мы кидаем в упасите и текстуру мы кидаем а теперь чтобы контролировать нашу текстуру и вообще контролировать тайлинг в андреале нам нужно создать текстурные координаты зажимая нажимаем правую кнопку мыши и пишем текст она сразу выдает текстер координат выбираем это как бы получается . отсчета которой мы можем или добавлять или умножать текстуру на 2 или добавлять чтобы подвинуть сейчас объясню ставим мультиплай мы уже знаем как его ставить зажатой кнопочкой м и текстуру сюда и теперь это все в юве сейчас я продемонстрирую два метода смотрите если мы сейчас создадим просто изменяемый параметр с клавишей с на клавиатуре и кликом мышки назовем его тайлинг и стандартный параметр у нас единица промазал и присоединим его сюда если мы сейчас сохраним этот материал так как он есть создадим instance давайте сразу переименую instance в м и куртой 02 и я возьму на вот эти все шторы назначу наш новый материал сейчас просчитается опять компиляция шейдеров давайте подождем просчитались смотрите сейчас шторы немножко светятся но тут у нас видно тайлинг смотрите мы сделали тайлинг вот таким вот образом сейчас он у нас в материал instance просто как тайлинг и все что мы можем делать увеличиваем текстура уменьшается 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 то есть пропорционально или увеличиваем или уменьшаем нашу текстуру но если нам надо допустим растянуть немного текстуру по одной оси ее сжать а по другой оси растянуть мы это сделаем вот так вернемся сюда добавим такой нод как вот правой кнопкой нажимаем и пишем append append vector выбираем его и вот его мы кидаем в б наш тайлинг кидаем в а его вы назовем и ю ю и копируем control w называем его в бий как ювим об можно x y как вам удобнее по единице и вот теперь мы сохраняем сохранился открываем наш instance появилась юви и теперь мы можем по одной оси сделать допустим 3 а по 2 оси сделать 0 5 и растянуть нашу текстуру всякое бывает иногда надо и так работает это все и с деревом чтобы на будущее знали просто как контролировать ваш тайлинг в андреале вот мы оставим по едини или даже по двойке ставим чтобы было мельче и вернемся все-таки к нашему мастер материалу так как тут еще не конец на вот это уже больше не обращаем внимание можем обвести нажать клавишу c на клавиатуре появится такой коммент не написать что это айлинг и убрать в сторону вот так как у нас тут еще лерб не закончен в альфу мы отправим фрэнель правая кнопка ищем фрэнель выбираем его кидаем в альфу и нужно нам еще один изменяемый параметр клавиша с клик назовем этот параметр преснель экспонент чтобы помнить что это такое сейчас мы посмотрим уже когда создадим instance на что она влияет и в б еще один копируем вот его подключаем и назовем его фейды затухание фейд вот так тоже со стандартным значением единицы все наш материал готов мы сохраняем в нашем instance появились все наши только что созданные ноды для изменения и давайте мы отодвинемся и будем регулировать сейчас наши настройки сильное свечение это наш сапсер своих колор давайте в этом варианте мы его уберем на 0 если будет надо мы его вернем дальше интенсивность цвета наверное оставим единицу и у нас такие цвет наверное пусть будет серый давайте вот разберемся с нашими настройками фейд и фрэнель экспонент они как раз влияют на прозрачность нашей тюли она уже прозрачная но мы сейчас добавим ей хороший эффект зная настройки из прошлой сцены я введу их сейчас фрэнель экспонент у меня был 01 и фейд у меня был 0 7 вот так я получил вот такую тюль но вы себе пробуете увеличиваете уменьшаете и смотрите что она дает больше прозрачности на изгибах можно в минус зайти на тогда она полностью прозрачную некоторых местах становится не очень реалистично можно оставить тут очень такое минимальное возле нуля значения и поиграться еще вот этом этим фрэнелем в общем пробуйте тюль на этом уже готова все можно пользоваться давайте сюда ее назначим нашу новую тюль вот она более прозрачная стала она не смотрится как клеенка так как она не искажает изображение за собой довольно реалистичный вариант единственное чем отличается вот эта штора от 1 она не отбрасывает тени никакие а наша первая штора отбрасывает тени но эта разница так как мы выбрали здесь транслирус нити режим смешивания из-за это она не брать не отбрасывает тень но так как она почти прозрачная я думаю это не сильно будет бросаться в глаза пишите пожалуйста вопросы если будут если что-то непонятно тоже пишите все разберем все покажу всем пока увидимся через секунду в следующем видео а а